В эфире АНьюс, в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Неделю назад Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством запустил к Марсу ракету-носитель Протон с двумя космическими аппаратами на борту. Долететь до пункта назначения они должны лишь через 7 месяцев, то есть в октябре. Для нашей страны это далеко не первая попытка освоения Марса. Первые запуски ракет состоялись еще в 60-х годах, однако все они были неудачными. Некоторые ракеты-носители не могли уйти со стартового стола, другие же падали вскоре после запуска. Один из аппаратов смог долететь до Марса, но спустить зонд не удалось. Другой приземлился слишком жестко. С третьим посадка прошла удачно. К слову, это была первая в истории мягкая посадка на Марс. Но при первой же передаче снимка поверхности Красной планеты связь прервалась. То фото, что вы сейчас видите, это все, что успел передать аппарат Марс-3 в 1971 году. После этого предпринимались еще попытки, но и они были неудачными. В 89-м году программа была свернута. Цель нынешней миссии практически та же, что и раньше. Отработать технологии для дальнейших полетов и выяснить, есть ли жизнь на Красной планете. Первый из аппаратов, который находится на борту ракеты, это орбитальный модуль Trace Gas Orbiter. Он будет исследовать атмосферу Марса на предмет наличия метана, который производят микроорганизмы. Тогда ученые смогут полагать, что на Марсе была или есть жизнь. Второй аппарат, который сейчас летит на протоне к Марсу, это посадочный модуль Скиапарелли. Его основная задача — мягко приземлиться на Красную планету. Если все пройдет успешно, то в 2018 году сюда запустят еще один модуль, на этот раз с марсоходом внутри. Тогда начнется подробное исследование планеты и образцов почвы в поисках биологической жизни. Российская команда ВС Мещеряков вошла в тройку призеров Чемпионата мира по гонкам на дронах, который на днях завершился в Дубае. Ранее мы рассказывали об этом мероприятии. Для рекламы соревнований организаторы устроили гонку беспилотника из суперкара. Победил, естественно, дрон. В World Dron Prix — первый и крупнейший чемпионат мира по гонкам на беспилотниках. Состязания проходили в двух дисциплинах — фристайл и кольцевые гонки. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов. Всего в чемпионате приняли участие более 150 гонщиков-операторов. Победу в результате одержал 15-летний британец Люк Баннистер. За первое место ему достались 250 тысяч долларов. На втором месте оказалась команда из Дубая, ну а на третьем — российская команда, возглавляемая Владимиром Мещеряковым. За бронзу наши ребята получили 150 тысяч долларов. На видео Владимир в белой футболке. Что ж, поздравляем нашу команду с отличным выступлением. Около 700 жалоб на состояние дорог поступило с начала марта в сервис «Народный контроль» на портале «Госуслуг Татарстана». Что неудивительно, местами проезжая часть в населенных пунктах превратилась в настоящую полосу препятствий. На дорожные службы где-то не успевают, а кое-где и не спешат начинать ремонт. Из пришедших заявок сейчас решены более трети, остальные находятся в работе или в статусе «Запланировано». Обратиться в «Народный контроль» могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг Татарстана», затем перейти в раздел «Народный контроль», выбрать соответствующую категорию и опубликовать обращение. К слову, сделать это можно и со смартфона. Одноименное приложение доступно бесплатно для операционных систем Android и iOS. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.